Всем привет дорогие друзья и уважаемые подписчики. Как-то на днях на просторах интернета я наткнулся на один интересный ролик, автор которого утверждал, что прокачать тормозную систему и выгнать из нее весь воздух можно сделать и одному. Как правило после замены тормозных шлангов, либо после замены тормозных цилиндров обязательно нужно прокачать систему и выгнать оттуда весь воздух. И как правило в этом участвует как минимум два человека. Один садится за руль и начинает работать педалью тормоза, ну а второй открывает штуцер прокачки и спускает воздух. Ну а если учитывать тот факт, что в своей мастерской я нахожусь всегда практически один и работаю без напарника, мне иногда проблематично привлечь к этому мероприятию кого-нибудь. Именно поэтому я с удовольствием решил проверить этот способ, тем более что для этого мне понадобится всего лишь вот такой вот шприц, который я когда-то купил в ветаптеке и кусочек силиконового шланга, подходящего по диаметру. Желательно, чтобы он был прозрачный для того, чтобы было видно пузырьки выходящего воздуха. Вот теперь мы можем начинать. Ну а для чистоты эксперимента я решил сначала открутить тормозной шланг для того, чтобы запустить туда немножко воздуха. Ну и тем самым мы сымитируем замену тормозного шланга. Ну я думаю этого будет достаточно. Закручиваем обратно тормозной шланг. Итак, воздух в цилиндре, поэтому можем продолжать. Срываем штуцер прокачки. Он даже здесь не сильно затянут. Что большая редкость, обычно они так сильно ржавеют, что иногда невозможно их открутить. Одеваем шланг со шприцем. Доливаем полный бачок тормозной жидкости и открываем штуцер прокачки. Жидкость сейчас идет самотеком, но мы начинаем откачивать ее. Как видно идет очень много воздуха, но скорее всего это воздух идет не из цилиндра, а именно из резьбового соединения штуцера. Потому что оно не плотное и скорее всего воздух идет отсюда. Желательно это все устранить, потому что будет непонятно, выходит это воздух из цилиндра, либо из-под резьбы. Я делаю вот такую простую штуку. Беру любую доступную смазку. Намазываю резьбу. Тем самым я ее уплотняю. Тем самым я ее уплотняю и исключаю подсос воздуха. И смазываю резьбу для того, чтобы при последующих прокачках не было никаких сюрпризов. Теперь заново откручиваем штуцер. И думаю, что воздух из-под резьбы выходить не будет. Да, сейчас вот видно, что идет небольшое количество воздуха. То есть я просто делаю разрежение в шприце. Тем самым откачиваю всю жидкость с воздухом из тормозного цилиндра. При этом нужно наблюдать за уровнем тормозной жидкости в бачке. Я уже откачал почти половину шприца. Сейчас, я думаю, нужно будет прерваться и долить тормозной жидкости. Доливаем жидкость. Прямо с горочкой. И продолжаем откачивать тормозу. Видно, что тормозуха очень грязная, но воздух уже не идет. Сейчас я откачаю один шприц, а затем, наверное, откачаю еще один шприц до тех пор, пока жидкость не будет чистой. Прошло всего пару минут. Заканчиваем уже второй шприц. Видно, что жидкость чистая, воздуха нет. Так вот, я хотел заметить то, что за пару минут я откачал практически 300 грамм тормозной жидкости. Это очень быстро и удобно. Я думаю, на этом можно и остановиться. Закручиваем штуцер прокачки. И снимаем шланг. Ну и, конечно же, этот способ нужно проверить. Для того, чтобы в комментариях диванные эксперты не писали о том, что воздух там все равно остался. И все это дело вообще как бы не годится. Поэтому я сейчас забираю камеру у своего сына по совместительству оператора и попрошу его сесть в автомобиль и поработать педалью тормоза. А я тем временем откручу штуцер прокачки и попробую показать, остался ли там воздух или нет. Держишь? Держи. Жидкость течет. Как видно, что воздуха там нет. Давай еще разочек накачай. Очень неудобно одной рукой снимать. Второй рукой штуцер откручиваю. Держишь? Да. Угу. Видно, что нет там воздуха. Ну а теперь давайте подведем итоги. Вот такое вот количество тормозной жидкости сливается при одном цикле прокачки с напарником. И два вот таких шприца я слил буквально за несколько минут. Я думаю, что способ рабочий, особенно если вам нужно сменить всю тормозную жидкость в системе. Ну, кому понравился этот ролик, конечно же, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите свои комментарии по поводу всего вот этого. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok